Очень рад встрече. Несколько вопросов коротких. Не знаю, какие ответы будут. На одном из сатсангов мастер сказал замолчать. Я замолчал, но ум не перестает молчать. Вопрос. Как остановить ум? Прямо сейчас присмотрись и ты обнаружишь, что он остановлен. Ты не можешь его остановить. Потому что есть привычка привычка отождествления себя с какой-то отдельностью, с какой-то мыслью. Поэтому, когда ты прикасаешься к истине, попадаешь прямо в поле мастера, например, обнаруживаешь, что все мысли исчезли. Ум останавливается сам. Его нельзя остановить. Понятно? Ты не можешь этого сделать до тех пор, пока не укоренишься, пока эта привычка ума не исчезнет. Пребывая в чистоте в этой, в чистоте безмолвия, привычка эта исчезает. Привычка возникновения отдельности, привычка возникновения некого я. Понимаешь, некого делать. потому, что у тебя есть некие представления, понимаешь, представления о том, что якобы это ты, ну, кто-то там, здесь, какой-то, кто-то еще какой-то, понимаешь, делатель, как будто, понимаешь, и вот это корень заблуждения, который не дает тебе покоя на самом деле, который и, ну, и дергает тебя, понимаешь, вот все время, который, ну, не позволяет тебе остановить ума, уму остановиться. Не позволяет. И ты говоришь, как остановить, а ты не можешь этого сделать, понимаешь, потому, что тот, кто создает мысли вот эти бесконечные, понимаешь, он не может исчезнуть сам. Сам не может исчезнуть. То есть сон, он не может пробудиться. Вот прямо сейчас я просто чувствую свет, сияние, и я ничего не понимаю. Но у меня еще остался вопрос. Тебе не надо ничего понимать. В том-то и дело, понимаешь, вот ты в самую суть сказал, что ничего не понимаешь. Это прекрасно. Потому, что сердцем слушай, сердцем слушай, потому, что вот ухо святое, оно возникнуть должно. Понимаешь? Ибо святым духом, когда говорится, то святое ухо должно возникнуть, и оно только может услышать. Понимаешь? И осознать, о чем это. Еще такой практически вопрос. Вот мы в палатках живем и жить будем в ближайшее время. Иногда нас могут покусывать комары. Здесь нет комаров, ребята. это чудесный край. Муравьи, термиты бывают. Какие еще термиты? Когда кусает, короче, насекомое. А что нужно делать при медитации? Наблюдать? Или все-таки? Не будет. Здесь просто благодатное в этом смысле место, что здесь нет ни комаров, ни мух, ни даже никаких этих самых, как они там называются, слепней даже нет. И еще один вопрос. Что общего между вниманием и осознанностью для мирянина, для пробужденного и для просветленного? Что общего между вниманием и осознанностью для мирянина и пробужденного и просветленного? С просветленного если начать. Внимание и осознавание это Что между ними общего И в чем разница Внимание Чтобы ты понимал Это слово Которое само разъясняет Что это такое В Это ведать Нема Это значит ничто На украинском говорят Нема ничего Нема ничто Понимаешь пустота Потом дальше ни Ни отрицание То есть у нас Немножко перековеркались В русском языке сейчас не говорят Обычно и пишут не А изначально это всегда писали Ни и И буква е Которая в нема Ни е это значит я Внимание Внимание Да То есть Ведать Смотреть В ничто Без я Понятно? В пустоту То есть Вот это значит Внимать Внимать По сути Это и есть Восприятие Осознавание Чистое восприятие Это и есть Восприятие Бога то, что прямо сейчас тебе передается. И поэтому ты ничего не понимаешь. А тебе и не надо понимать. Не надо понимать, потому что ну, в общем, внимай, 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 внимай. А связь с осознаванием? А это одно и то же. Одно и то же. Здесь, ну, просто синоним. Одно и то же. Благодарю.